добрый вечер друзья добрый вечер для тех кто со мной не знаком представлюсь меня зовут татьяна германовна богданова я врачу стопат с более чем 27 летним стажем работы и сегодня я хочу с вами поговорить о диабете о сахарном диабете второго типа почему именно об этом заболевании но наверное в первую очередь потому что это заболевание есть в моей семье ну вернее сказать было в моей семье и у меня тоже есть к этому предрасположенность и если я встречаюсь со своими коллегами остеопатами или акапунтурщиками то они обязательно видят у меня кто на лице кто на руке каждый у каждого своей системы диагностики но знаки о предрасположенности к диабету у меня есть но в принципе я это и сама знаю потому что в моей семье по линии отца все женщины диабетики практически все женщины и диабетики и все умерли от от сосудистых разных заболеваниях которые вызваны именно сахарным диабетом я надеюсь что все кто меня слушают знают что такое сахарный диабет и в чем его главное главный вред для организма то что это нарушение обмен веществ это понятно но есть даже такое выражение сахарная кожа очень белая очень тонкая безжизненная такая знаете как тонкая тонкая папиросная бумага одним из признаков сахарного диабета является допустим то что у вас начали появляться трещины глубокие трещины на пятках которые плохо заживают потому что в основном все же ожидают таких симптомов как там жажда хочется пить но это часто сопровождает диабет но не обязательно но есть дополнительные говорю признаки по которым можно заподозрить что начинается диабет обратить на это внимание вовремя принять меры и не просто его остановить а вполне возможно наладить работу поджелудочной железы снова ведь там нет воспалительного процесса диабет это ваша поджелудочная железа она словно забыла как вырабатывать инсулин словно полжелезы спит ну или больше там зависимости от уровня сахара как бы ломается регулятор и поэтому всех диабетиков есть следующее состояние иногда сахар прыгает вверх а иногда он резко падает вниз то есть вот этот регулятор который должен держать уровень сахара на правильном уровне на правильных цифрах отсутствует ломается вот именно этот механизм вот и будем с вами восстанавливать то что сломалась а не идти по такой дорожке как идет официальная медицина когда они просто дают что-то понижающее сахар и говорят что в другом кармане носите конфетку если вдруг зазнобит то срочно конфету в рот это сахар упал почему сахар подпрыгнул почему он упал куда делся инсулин и почему вдруг внезапно его стало много никто путем не знает и как и как и всегда когда четкая причина почему такой надежный механизм как наше тело стал давать сбои не установлена то соответственно в принципе когда я читаю что мы лечим диабет и смотрю как же они увлечены не как точно так же компенсируют инсулины все это не лечение восстановление должно быть настоящим то есть поджелудочная железа должна снова вспомнить как этот самый инсулин производить и сразу хочу сказать что диета в этом вопросе имеет значение минимальное приблизительно такое же как при понижении холестерина то есть если у вас высокий холестерин вам запрещают есть все жирное там мясо все содержащие этот самый холестерин то есть животную пищу то на самом деле это понижает ваш холестерин на одну единицу не больше точно так же и с диабетом все диабетики знают что по непонятной причине мы сегодня можем даже съесть кусок торта и у нас будет все в порядке с сахаром а завтра одну травку жевать или вообще голодать и и вдруг сахар прыгает почему так происходит я много наблюдала диабетиков и фреш фу и в нашей стране и в других странах мира перед тем как готовится к этому прямому эфиру я посмотрела статистику и выяснила знаете где больше всего диабетиков в странах азии в китае в индии в индии вообще там чуть ли не 80 процентов населения больны диабетом очень много в странах африки меньше но все таки то есть по сравнению если брать нашу страну то по сравнению с нами в индии будет больше диабетиков в шесть раз в шесть а в африке в четыре раза из чего напрашивается вывод кстати говоря это лишний раз подтверждает что диета тут не играет большой роли почему потому что в индии народ не жирует это уж точно в африке большей частью тоже более того часто там люди откровенно голодают и что же общего есть вот чем они отличаются от нас они отличаются ментальностью и если брать с точки зрения психосоматики а я совершенно убеждена что у диабета очень большая часть заболевания если не вообще оно полностью я бы его отнесла психосоматическим заболеваниям то есть заболеваниях вызванных неправильной ментальностью конечно кроме ментальности нужны и другие факторы мы тоже об этом поговорим но поскольку в психосоматических заболеваниях ментальность идет на первом плане то есть не отладив ментальность не удастся с ним справиться и ведь ментальность она формируется годы недаром диабет в общем то большей частью это болезнь второй половины жизни хотя сейчас эта вторая половина здорово помолодела но все равно дети болеют крайне редко в основном все таки это болезнь взрослых людей когда уже мировоззрение сложилось и справиться с этим мировоззрением не такая уж простая задача но ничего нет невозможного если вы поставите себе такую цель и это первое что надо знать если вы действительно решили избавиться от диабета у меня же задача такая что поскольку у меня есть предрасположенность то для меня задача номер один не допустить этих погрешностей в своих мыслях и какая же мысль тут главенствующая их конечно не одна их несколько но но вот чем мы резко отличаемся в мировоззрении в восприятии мира от восточных людей так это чинопочитание и в Индии и в Китае и вообще на Востоке очень кстати в Африке тоже но видите немножко в меньшей степени очень большая кастовость и там принято господину кланяться кланяются все но к сожалению вместе с тем что кланяются этому господину завидуют и очень часто его откровенно ненавидят а господа в свою очередь очень часто относятся к нижестоящим не как защитники не как покровители а как грязи презрительно и вот именно это чувство железа и вызывает вот такое интересное такую интересную реакцию организма что поджелудочная железа забывает вырабатывать сахар как говорят жизнь стала не сладкая конечно если сахар не усваиваться сладкая она быть не может и эти мысли будут точить точить и в конце концов приведут к трагическому финалу все диабетики умирают в принципе одинаково поскольку избыток сахара в первую очередь влияет на сосуды он их разрушает он разрушает и нервы самое нервное окончание он разрушает и сосуды и как правило это инсульты инфаркты и то что внешне выглядит как сосудистые заболевания и очень часто почти всегда диабет сопровождает разрушение конечностей то есть на ногах трофические язвы даже есть такое понятие стопа диабетика то есть понимаете это настолько специфическое заболевание что даже появились в нашем нашей речи появились определения сахарная кожа стопа диабетика то есть это четкие показания что в организме большой непорядок так вот должна вам сказать что за последние сто лет заболеваемость диабетом в мире и у нас в стране тоже выросла на секундочку на девяносто процентов то есть практически в два раза связано это конечно с переменой за эти сто лет с мировоззрением то есть сто лет назад отнимить это до революции и в этот момент крестьянину в голову не приходило завидовать барину потому что он точно знал что он никогда не будет на его месте это было невозможно поэтому даже не рассматривалась церковь учила молиться за вышестоящих начальников за их вразумление и так далее то есть мировоззрение помогало сохранить здоровье ну про мировоззрение можно говорить долго главное чтобы вы поняли что именно диабет относится к тем заболеваниям когда не исправив ментальный план все попытки повлиять на физический план будут кратковременными но не очень удачными скажем честно ну теперь перейдем к делам физическим это конечно намного проще знаете легче всего лечить и восстанавливать чисто физические повреждения если человек споткнулся и упал то исправить его там перелом или еще что-то убери страх самое главное вот испуг убрать а дальше кость дальше природа все сделает сама в принципе особо и помогать не надо то есть там действия совершенно простенькие и конечно я и сама люблю когда ко мне приходят пациенты такие чье здоровье точно только в моих руках тогда я ему могу его гарантировать а вот когда дело касается ментальности тут уже сложнее но ментально с ментальностью а вредные привычки никто не отменял и так давайте посмотрим а что же изменилось у нас за сто лет в физических привычках жалко что я говорю через камеру но в любом случае это добавилось химических химии в жизнь у нас вошло согласитесь очень много движение химии стало гораздо меньше экология подпортилась то есть мы стали есть еду пищу которые не всегда и пищи это назвать можно можно назвать только едой потому что пища должна питать наша еда с вами питает далеко не всегда и иногда на единицу полезности от этой еды приходится десять единиц того что совсем не полезно и то что мы с вами просто не можем переварить грубо говоря мы свой желудочно-кишечный тракт часто загоняем то есть мы его нагружаем таким количеством химии токсинов тяжелых металлов плюс стрессы естественно что он просто не в состоянии все это переварить и как-то с этим справиться и если в молодости еще сил хватает то чем хуже качество питания а сейчас оно хуже с каждым днем и маленькие дети которые вот сейчас рождены если родители не примут меры и не начнут как-то пытаться разумно подходить к питанию то я думаю что следующим поколением даже я не думаю статистика есть статистика и она не врет то всех заболеваний будет связанных желудочно-кишечным трактом будет по максимуму уже сейчас рак прямой кишки он занимает почетное третье место но не перестанем употреблять химию я думаю что он быстро займет и первое место вот такая вот неприятная вещь и что же нам делать как же нам уберечься от диабета все-таки согласитесь на первом месте сердечно-сосудистые заболевания на втором онкологии на третьем диабет ну тут вопрос кто там второй кто третий то есть вот эта троица губит большую половину человечества и конечно надо обязательно найти на нее управу а если учесть что диабет автоматом портит сосуды то здесь очень трудно сказать диабетики же не умирают от сахара они умирают от того что вот ну сосуд от того что началась гангрена то есть они умирают от сосудистых неприятностей значит первое что у нас становится это надо снизить количество химии в нашей жизни в питании часть попадает с моющими средствами допустим поэтому старайтесь на кухне пользоваться тоже натуральными средствами там горчицей содой сейчас появились и экологически разные моющие средства вот старайтесь использовать их я вполне серьезно кажется что вот у меня диабет она мне там как посуду мыть учит еще раз повторюсь в моей семье очень большое количество женщин умерло от диабета я это наблюдала я это анализировала и как наследница рода чтобы не пропустить диабет в следующие поколения я обязана была в этом разобраться я должна ради себя и ради будущих своих внуков внучек и детей и поверьте я очень вот есть заболевание к которым я отношусь очень очень внимательно то что касается лично моей семье и диабет в том числе поэтому диабет венозная недостаточность со стороны мамы и проблемы и в первую очередь вот эти 2 проблемы с папиной диабет с маминой венозная недостаточность это то на что я всегда обращала внимание и всегда очень внимательно следила а что же нового появилось в лечении так вот докладываю за последние 100 лет с тех пор как придумали инсулин инъекции по большому счету в лечении диабета не поменялось ничего а значит не там ищем и я стала смотреть а где же там это мысли это количество химии это привычки неподвижность малая подвижность действительно люди которые много двигаются у них сахар гораздо реже прыгает но в первую очередь это привычка очень эмоциональных людей когда мы в эмоциях сахар подымается абсолютно у всех это нормально вот смотрите когда сахар подпрыгнет вы разволновались понервничали у вас тут же высохло во рту это и есть это у вас подпрыгнул сахар в крови потом он сам вы успокоитесь он опустится у вас температура никогда не сдавайте анализ на сахар если у вас температура он всегда будет повышенный это нормальная физическая реакция чтобы потом вы не испугались не пугайте себя сами и поскольку стрессов у нас все больше и больше то для борьбы со стрессами у нас в организме кто у нас гасит стрессы в организме антиоксиданты это мы с вами вырабатываем сами но с возрастом конечно все меньше их просто не хватает нам часть нужно обязательно вводить извне что у нас является самыми мощными антиоксидантами самый мощный антиоксидант это q10 кофермент сам один из самых мощных антиоксидантов это селен вот смотрите есть такой очень вкусный коктейль цель шульц который и называется цель защита шульц клетки так вот здесь фактически это набор антиоксидантов но самый мощный из них это селен вот здесь его достаточное количество чтобы погасить любой стресс главное иметь его под рукой когда вы в этом стрессе находитесь и если вы все время находитесь на грани стресса значит возьмите себе купите и поставьте на стол пусть стоит рядом с вами и пейте обязательно очень хорошо в борьбе с сахаром и со стрессами показал себе вот такой детский коктейль юниор вы знаете хотя диабет считается болезнью второй половины жизни и в принципе так оно и есть но последнее время я наблюдаю как уже и у детей его встречают все чаще и чаще вы обратили внимание что может быть вы просто не знали раньше у ребенка анализ на сахар в профилактических целях в поликлинике вообще не брали потому что ну какой сахар у ребенка теперь берут и не просто так так вот в борьбе с так сказать с понижением на понижение сахара не в борьбе а на понижение сахара очень хорошо показал себя юниор для меня это было неожиданно но потому что в описании продукта там одной строчкой понижает сахар способствует понижению сахара но не один человек а несколько у меня купили эти коктейли диабетики они взяли не с целью понижать сахар а с другими целями с целями как антиоксидант целью поддержки организма потому что здесь 11 минералов и витаминов то есть очень хороший набор и вдруг стали мне звонить и писать что сахар у них пришел в норму представляете как здорово это очень хорошо ну то что понятно если говорить о предупреждении диабета то конечно это цель шульц это q10 обязательно рестарейт диабет болезнь стресса значит все меры которые вы принимаете чтобы погасить стресс они автоматически отодвигают от вас диабет так вот рестарейт он мало того что при диабете это же нарушение обмена веществ начинает жидкость накапливаться отечность появляться веса лишний набирается рестарейт и жидкость лишнюю отгонит и кислотно щелочной баланс восстановит за ночь но в первую очередь он успокоит вашу нервную систему и вы будете хорошо спать почему для диабетиков это особенно важно потому что изучая диабет ученые заметили что те люди которые не спят по ночам плохо спят по ночам плохо засыпают поздно ложатся или спят меньше 7 часов у них диабет встречается в два раза чаще чем у тех которые ведут нормальный образ жизни то есть ночью спят они гуляют не смотрят телевизор и так далее не работают то есть хороший сон это тоже профилактика диабета и поскольку у нас поджелудочная железа находится в желудочно-кишечном тракте значит все что улучшает и облегчает работу желудочного-кишечного тракта ведь поджелудочная железа производит не только инсулин она же производит и ферменты и должна вам сказать я не видела ни одного диабетика чтобы у него ферментная часть работала великолепно а инсулиновая хвостик работала бы плохо так не бывает обычно из строя сначала выходит ферментная часть и ферментов становится все меньше и только потом подключается инсулиновая и никогда наоборот а значит если мы с вами позаботимся о том чтобы ферментов в организме хватало и пища перерабатывалась легко то соответственно это тоже очень хороший предохранительный клапан против сахарного диабета в этом плане я рекомендую воспользоваться вот таким набором базик его еще называют золотой стандарт гастроэнтерологии здесь есть абсолютно все чтобы ваш организм ваш желудочно-кишечный тракт конкретно заработал правильно и когда он работает правильно здесь кстати и инулин содержится инулин содержится и здесь то есть это то что помогает перерабатывать пищу инулин это не инсулин это другое вещество это ферменты которые помогают перерабатывать пищу и тогда у вас вероятность диабета будет снижена в разы именно поэтому базик является моим любимым продуктом обязательным продуктом и я стараюсь пропивать его три там полгода пропила допустим сделала какой-то перерыв и через время обязательно ввожу его снова потому что мы не можем изменить качество той пищи которая сейчас в магазине а другой у нас нет допустим у меня никого нет в селе и я покупаю или на рынке или в магазине за качество поручиться никто не может значит мне нужно как-то компенсировать так вот базик прекрасно компенсирует нехватку всех тех минералов и витаминов которые находятся в продуктах из магазина а также заодно помогают вывести то того что в этих продуктах нехорошего скажем так и обязательно у меня есть в доме цельшульц почему те кто меня знают вообще как правило это наверное у меня лет с 14 там с юности но даже одноклассники всегда считали что меня вывести из себя ну просто невозможно но это не совсем так скорее я привыкла сдерживать эмоции но знаете стресс коварная штука ты себе сдерживаешь те эмоции ты улыбаешься и кажется сам себе внушаешь что все хорошо но в подсознании накручивается стресс и поверьте вы никогда не определите без определенных методик насколько у вас стресс накопился потому что вот эти социальные условия социальные рамки они сбивают нам эти ориентиры мы не можем точно сказать вот ты уже на грани взрыва или нет для того чтобы знать как у меня состояние моего организма есть тесты которые позволяют определить количество накопленного стресса я уже о них рассказывала повторяться не буду мне очень нравится тест люшера он очень объективен так вот допустим сидение два месяца в карантине казалось бы сидишь ты себе дома крыша над головой есть никто не голодает и все таки пройдя этот тест я вдруг обнаружила у меня появился уровень тревожности появился уровень тревожности на следующий день в моем доме появился цель шульц я стала пить цель шульц через две недели я снова прошла этот тест он есть в интернете вы легко его можете взять и пройти сами так вот за две недели ничего не поменялось карантин не закончился то есть все осталось как прежде но я добавила в свою жизнь антиоксидантов через две недели уровень тревожности у меня вошел в норму а значит вот это методы которые отодвигают вас от сахарной беды и даже если у вас уже есть диабет но вы начали принимать базик или юниор а на ночь ресторейт вы уже сделали своему организму огромную помощь и поддержку просто огромную и конечно сегодня куда-то я сунула свой q10 но и конечно если вы уже диабетик то без q10 и омеги справиться с диабетом будет очень сложно он омега и q10 это такие же основные участники в наведении порядка как цельшульц и базик то есть это обязательная часть начинаем пить вместе кстати вы знаете компания PM international позаботилась о том чтобы нам с вами было просто вкусно и быстро и поэтому утром можно взять не можно а нужно взять базик капнуть туда омегу добавить туда q10 ложечку активайза и выпить все вместе и не нужно делать никаких там 20 минут до полчаса после вы просто это пьете на завтрак и когда вы это выпили ваш организм получил необходимый набор микроэлементов необходимый набор антиоксидантов q10 из них самый мощный вы поддержали омегой свои сосуды которые сахар до этого уже начал разрушать и таким образом вы начали свой день правильно для чего же здесь активайз активайз это кислородный такой коктейль который содержит все витамины группы b а вы же помните что в самом начале я сказала что диабет в первую очередь уничтожает сосуды и разрушает нервные окончания так вот для того чтобы эти нервные окончания удержались были ну повысить их сопротивление этому сахару нам и нужен активайз активайз кроме всего прочего откроет самые мелкие капилляры и тогда все составляющие из базика из омеги они точно дойдут до потребителя и тогда они дойдут в первую очередь до кожи и вы увидите как меняется цвет лица диабетики со стажем всегда бледные никакое солнце не помогает они бледные и кожа у них очень-очень сухая почему она сухая мелкие сосуды просто погибают кожа остается без питания и она становится очень уязвимой очень уязвимой настолько что у диабетиков малейшая царапина может если бы у меня сахар был высокий то вот даже вот просто ногтем царапнул и уже кожа лопнула и очень сложно эту ранку заживить когда-то мы пользовались таким приемом прием старых хирургов но он очень хорошо работает если у диабетика рана и она не заживает то мы брали и инсулин капали прямо на рану и рана затягивалась а иначе нет потому что повышенный уровень сахара разрушит и нервы и сосуды в этом случае заживление быть не может если мы позаботимся о капиллярах если мы укрепим стенки сосуды омегой если мы примем q10 и наши q10 это кофермент который отвечает за количество энергии в клетке вот у диабетиков он стремительно падает больше всего этого кофермента находится в печени и в сердце но и в поджелудочной железе тоже и если только q10 не принимать то восстановить работу поджелудочной железы очень-очень сложно учитывая что слава богу такой препарат у нас в компании есть и он очень высокого качества в мицеллированной форме слово мицеллированная означает водорастворимый у нас вся продукция водорастворимая а когда продукты растворены в воде как и все жидкое конечно оно гораздо лучше усваивается и быстрее читается кровью так ну конечно если уже речь идет о диабетиках со стажем у которых уже пошло поражение не мелкой капиллярной сетки а крупной конечно я рекомендую моноген но я надеюсь что сейчас меня слушают те у кого или нет сахара вообще или он только-только начал подыматься или вы хотите помочь ближним у которых сахар начал расти если вы поможете грамотно то вы остановите сахарный диабет еще в борьбе с сахарным диабетом себя прекрасно зарекомендовал йогурт замечательный йогурт от компании фитлайн это сухая флора делать йогурт чрезвычайно просто есть конечно специальный йогурт но это не обязательно мультиварки есть сейчас почти в каждом доме и с помощью мультиварки приготовить йогурт очень просто и никаких проблем почему помогает йогурт потому что я же сказала что начинается все дело с нехватки ферментов так вот йогурт он способствует выработке ферментов и если ферментов не хватает то палочки которые содержатся болгарская палочка которая содержится в этом йогурте она перерабатывает пищу она участвует в переработке и тогда излишки в организме не накапливаются и гораздо организму проще урегулировать вот эти вот все сахарные неприятности вот такой вот набор для предупреждения сахарного диабета если уже диабет есть конечно я бы добавила не добавила а заменила допустим активайз заменила бы на более сильный моноген и добавила бы еще обязательно белковые коктейли все диабетики знают что им не хватает белка поэтому всегда если у вас сахар вам будут вам будут рекомендовать белковую диету то есть надо есть там мясо но мясо нынче тоже качеством хорошим не отличается и боюсь что пытаясь подправить здоровье скажем курятиной напичканной массой и антибиотиков и гормонов вряд ли это будет на пользу хоть на какую-нибудь поэтому вместо белок действительно нужен для диабетиков я бы конечно обязательно использовала белковые коктейли они пьем интернешнл очень вкусные обычно при слове белковые коктейли я пробовала спортивные боже какие они мерзкие а фитлайн сумели сделать очень вкусный продукт очень вкусный вот допустим белок содержится в бьюти вот здесь вот коллаген вкус ягодный есть такой набор даже баночка похожая амина это с необходимыми аминокислотами но они вкусные понимаете они просто вкусные не не вроде бы как вкусные а все кто их пробовали все говорят это вкусно и с удовольствием этими коктейлями просто завтракают вот такое вот у меня сегодня для вас сообщение надеюсь что было полезно до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч